В ОНФ сравнили документы, по которым работает региональный фонд капитального ремонта, с черным ящиком. Сметы и договоры подряда, по которым, собственно, проводятся работы в домах, никто не видел, кроме руководства фонда. Так заявили общественники на встрече с собственниками домов. Еще одна проблема – отсутствие проектов на некоторых участках проведения работы. А из-за того, что их нет, ремонт и получается не очень качественным. Общественники уже не раз обращались в прокуратуру в отношении руководства фонда капремонта, возбудили уголовное дело. По итогам текущего круглого стола мы также, после того, как составим резолюцию, мы уже будем обращаться в компетентные органы, для того, чтобы они организовывали проверку и выявляли, есть ли в деятельности фонда какие-то нарушения законодательства и принимали решение, какую ответственность фонд должен нести. Павел Сафронов, исполняющий обязанности директора фонда, недоработки в работе признал. Но объяснил их недавней сменой руководства. Обещал, что разберется с информационной закрытостью фонда и обязательно разместит всю информацию о работе оператора на сайте. Правда, сколько на это потребуется времени, ответить не смог. Продолжение следует...